Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить с вами очень красивые, интересные булочки с узором. Я их назвала булочки-улитки. Они очень нравятся деткам, потому что очень интересные. Их можно приготовить, конечно же, с любой начинкой. Готовятся они из обычного сдобного теста. Тесто в этот раз я брала дрожжевое, точнее готовила дрожжевое. И на самом деле все очень просто, но при этом очень мило и симпатично получается. Такие булочки очень нежные и мне они нравятся и с маковой начинкой, и со сгущенкой, и с повидлом, так как я делала в этот раз. Само тесто готовится несложно. Это обычное сдобное дрожжевое тесто. В емкость я насыпаю сахар и добавляю сюда живые прессованные дрожжи. Для того, чтобы дрожжи быстрее активировались и намного быстрее начали работать, я их просто перетираю с сахаром. Происходит все довольно быстро, буквально 30 секунд, и дрожжи из комковатых превращаются в вот такую вот пастообразную массу. Добавляю сюда сразу слегка-слегка теплое молочко градусов 30-37. И сразу же добавлю еще немножечко ванильного сахара. Также добавляю растопленное сливочное масло, оно обязательно должно быть не горячим, либо просто хорошо размягченное. И буду добавлять в этот раз у меня здесь такой типа кефир, но лучше и вкуснее это тесто получается со сметаной. Единственное, из-за этого зависит только количество муки. С кефиром чуть больше муки уйдет. Сразу же перемешала, добавляю сюда растительное масло и щепотку соли. Соль оттенет такой вкус, у нас будет намного поприятней. Добавляю сюда яйцо. Можно сделать это тесто на желтках, добавить, допустим, 2 желтка вместо целого яйца. Перемешала и теперь ввожу муку. Где-то грамм 50-60 муки я не добавляю. Изначально добавляю 400-430 грамм, вот так вот. Остальное буду добавлять на подпыл и буду смотреть, нужна ли мне вся мука или нет. Не всегда она бывает нужна. Сначала вот так почти все перемешала и начиная уже на столе продолжать замес. Тесто нужно вымешать хотя бы минуток 3-5, чтобы оно стало абсолютно однородным, мягким, пластичным и перестало полностью липнуть к рукам. Оно такое должно получиться и эластичное, не плотное. И в то же время, чтобы мы могли его потом хорошо и тонко раскатать и при этом не липнуть к рукам. Вот такое вот тесто у нас должно получиться. Затем тесто нужно будет отправить подойти. Беру ту же посудину, в которой я замешивала тесто, добавляю сюда еще где-то пол столовой ложки растительного масла, растираю и укладываю в эту емкость тесто. Смотрите, чтобы емкость была хотя бы в 3-4 раза больше, чем у нас тесто, потому что тесто хорошо подходит. Накрываю влажным полотенцем и ставлю в теплое место минимум на час, а то и полтора, так как в тесте есть масло, тесто довольно тяжелое и чуть дольше подходит. Теперь сделаю такую себе начинку. В этот раз решила добавить к начинке еще немножко сахарной пудры, около 20 грамм сахарной пудры и абсолютно по вкусу. Добавила чайную ложку корицы и 2 хороших с горкой чайных ложки какао. Все это перемешиваю. Сахарная пудра здесь вообще не принципиальна, можно добавить просто корицу и какао. Просто мне в этот раз чуть-чуть хотелось разбавить. Тесто наше подошло, оно стало мягким, нежным. Где-то треть нашего теста я беру сейчас, может чуть больше, но до половины теста я беру и раскатываю в тонкий-тонкий пласт. Насколько мне собственно хочется. Чем тоньше я раскатаю пласт, тем больше слоев у меня получится. И совсем слегка, издалека, из высока посыпаю через ситечко нашей смесью специй и какао сахарной пудрой. Посыпать нужно совсем чуть-чуть. И стараюсь вот так вот, либо ложечкой, либо рукой нужно растереть эту смесь. Если ее в каком-то месте будет много, там наши слои будут немножечко расходиться между собой. А этого нам не нужно. И теперь вот так вот скатываю. Рулетик. Затем рулетик нужно немножечко, немножечко прокатать, чтобы у нас соединились слои. Может чуть-чуть вам удастся еще растянуть его в стороны, что он станет более тонким. Чтобы больше мы могли улиточек нарезать. И затем в зависимости от размера ваших булочек и от задуманного вами узора, нарезаю рулетики. Вот такие вот. В самом начале еще мало завитков. И сейчас покажу поближе к средине, уже какие получаются красивые штучки. Посмотрите, как это уже красиво. Вот такие вот улиточки у нас получаются. Их можно делать толще, можно делать тоньше. Есть три варианта сворачивания этих улиток. Сейчас покажу, о чем я говорю. Можно взять просто сразу улиточку, кладу я ее на пакет, который у меня слегка-слегка смазан растительным маслом. Так удобнее всего. Раскатываю довольно тонко. Выкладываю сюда начинку. И собственно, как с обычным пирожочком, слепливаю края. Вот такая вот улитка получается. Если у некоторых улиток вот тут-то вот рассоединяется, так как я говорила, что там, где вы много нанесете начинки вовнутрь какао с корицей, там может немножечко рассоединяться. Там я беру на низ кусочек теста, наверх эту улиточку и вот так вот прокатываю. Сверху у нас красивая улитка, а внутри сплошной кусочек теста. Он скрепит все слои и никуда наша начинка с вами не денется. Опять же, вот такая вот красивая улитка получилась. Конечно же, можно делать не только пирожки, а можно делать пирожки, допустим, из четырех таких улиточек. И будет совершенно другой узор получаться. Но вот маленьких я наделала таких. Из оставшейся чуть меньше, чем третье тесто, я вот наделала вот таких вот крохотных и очень тонко раскатала сам пласт. И вот они получились такие многослойные улиточки. Осталось у меня еще чуть-чуть теста, которое я чуть-чуть подкатала, оставила где-то в полсантиметра толщиной. И начинаю выкладывать на него улиточки, которые у меня маленькие и тоненькие такие. Из этого пласта я буду делать рулетик, чтобы были не только булочки, а именно рулет с начинкой. Укладываю как угодно, желательно, конечно, только поплотнее. Либо потом просто хорошо их вместе еще придавить, чтобы они склеились между собой и не расползались эти улитки. Забыла сказать, что пирожочки, которые я уже слепила, они у меня стоят и подходят, пока духовка греется. Подходят они минимум минут 20, потому что, опять же, тесто с маслом, оно чуть дольше подходит, чем на обычные пирожки. И минут 20-30, но вы уже смотрите по визуальному, как вам нравится, как они вам уже понравилось, что подошли, ставите их тогда в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. И выпекаете их до красивого румяного цвета. Это где-то около 20 минут. Вы видите, я тем временем раскатала на рулетик, чуть-чуть еще подкатаю, чтобы были более ровные края, чтобы мне удобно было завернуть. Оставшееся у меня тут немножечко повидло осталось. Повидло у меня домашнее, не очень уваренное, густое. И скручиваю, помогая себе пакетом, рулетик. Могу немножечко защипнуть края, чтобы повидло не выбегало, потому что оно немножечко у меня мягковатое, хотя оно все равно не выбежало никуда. И вот такой вот красивенький рулетик у нас. Швом его нужно будет положить вниз. Опять же, отправляю его подходить. Сверху наши рулеты я ничем не смазываю, ни яйцом, ни молоком, ничем. Для того, чтобы был более четко выраженный рисунок. Именно, чтобы это получилось красиво. Слои могут немножечко рассоединиться, но от этого еще только красивее становится. Такой объемный именно рисунок получается. Это очень красиво, моему ребеночку очень понравилось. Такой рулетик у меня получился внутри. Чуть маловато начинки, но опять же, это было у меня последнее повидло, которое я туда выложила. Больше начинки добавлять я не хотела. Вот такие вот красивенные булочки у меня получились. Очень жалко портить такую красоту, но ребенок у меня очень любит, чтобы это все было присыпано сахарной пудрой. Поэтому специально для него, всю эту красоту сверху, я еще присыпаю немного сахарной пудрой. Здесь уже по желанию. А он уже ждет. Ждет, не дождется, когда удастся попробовать очень-очень вкусную булочку. Обязательно попробуйте, это очень просто, очень вкусно и как минимум интересно. Это не обычные пирожки, их можно приготовить с любой начинкой, как вам нравится. Я надеюсь, что вам моя идея понравилась и вы ее тоже опробуйте. Не забывайте, конечно же, поддержать меня лайком, мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok